Что такое гистероскопия? Гистероскопия это современный метод исследования полости матки, который происходит с помощью оптического системы гистероскопа, который вводит в полость матки через естественные образования тела матки. Это влагалище и цервикальный канал. Гистероскопия позволяет осмотреть полость матки изнутри, оценить эндометрию и увидеть патологические изменения эндометрия. Когда делается гистероскопия? Гистероскопия производится в первой фазе менструального цикла до 10 дня. Почему? В первую фазу цикла эндометрий истончен, он мало кровоснабжается и визуализация больше. И можно сказать, почему лучше видно. Потому что оптическо мы осматриваем полость матки под действием воды. То есть вода нагнетается в полость, расширяет полость матки для того, чтобы визуализировать эндометрию. Современная гистероскопия среди всех инструментальных методов обследования матки является более информативной. И она является альтернативой рутинному диагностическому выскабливанию, которое происходит с помощью механических инструментов, таких как передка, и делается вслепую. Около 30%, даже сейчас дается статистика, до 90%, когда выполняется после раздельного диагностического выскабливания гистероскопии, остаются патологические изменения. То есть остаются части каких-то полипов, части неудаленного патологического эндометрия. По патологической эндометрии, поэтому приходится выполнять во время контрольной гистероскопии, выполнять еще и применять и хирургическую гистероскопию. Гистероскопия сама по себе делится на два вида гистероскопии. Это диагностическая и хирургическая гистероскопия. Диагностическая гистероскопия, как я уже говорила, она позволяет визуализировать полость матки, выявить патологические в ней образования, инородные тела, например, в мальформации полости матки, и взять биопсию. Хирургическая гистероскопия, она производится часто после диагностической гистероскопии, после подготовки пациентов, и применяются здесь уже хирургические инструменты, либо механические, либо применяются электрическая энергия или лазерная энергия. Какие же показания для выполнения гистероскопии? Они делятся на плановые показания и ургентные показания. Плановые показания – это гиперпластические процессы эндометрия, полипоэндометрия, которые визуализируются во время ультразвуковых обследований. Это нарушение аварии менструального цикла, как аминореи, так и олигоаминореи. Также выполняется при аномалиях развития матки, при послеродовом периоде выполняется гистероскопия. Гистероскопия выполняется при наличии остатков спиралей или костных тканей в полости матки. Также выполняется гистероскопия, неотъемлемой частью сейчас является при лечении бесплодия. Какими же показаниями является при бесплодии выполнение гистероскопии? Это неудачные попытки экстракорпорального оплодотворения, когда отсутствуют имплантации. Это когда есть предположение, что наличие внутриматочных патологий, привычное невынашивание, это тоже является показанием. И вторичное бесплодие. При вторичном бесплодии чаще всего при гистероскопиях в полости матки можно визуализировать остатки спиралей, плеч спирали, костные ткани, перегородки, внутриматочные синихи и вновообразованные патологические изменения эндометрии. Это полипы, гиперплазии, аденомиоз. Хирургическая гистероскопия, как и диагностическая, она выполняется после определенных клинико-лабораторных обследований, которые прописаны и для выполнения всех хирургических вмешательств. Ургентные ситуации. Это нарушение авария менструального цикла, как бы маточные кровотечения не являются относительными. То есть в одних случаях можно делать, в других нельзя делать случаи. Это уже определяет врач. При рождающихся фиброматозных узлах и ургентным являются также гистероскопии, которые проводятся в послеродовом периоде, где определяют это послеродовые метриты или остатки плацентарной ткани или несостоятельность швов после кислородового сечения. Если это выполняется диагностическая гистероскопия и она выполняется под внутривенным обезболиванием, то продолжительность ее до 3 минут. Если гистероскопия хирургическая, то все зависит от того, длительность процедуры зависит от того, какое патологическое образование убирается из полости матки. Если это большие субмухозные узлы, то процедура должна занимать не больше 30 минут и может выполняться в 2 этапа. Если это полипы или внутриматочные перегородки неполные, синехи, полости матки, то процедура в основном занимает это 30 минут времени. Пациентка просыпается под наблюдением анестезиолога. В послеоперационной палате она находится в течение 2 часов и может быть отпущена домой. Какие могут быть осложнения после проведения гистероскопии? Это боли, это кровотечение из матки, это воспалительные заболевания внутренних половых органов. Поэтому при возникновении осложнений обязательно пациентка должна позвонить своему лечащему врачу и обратиться в клинику, в которой производилась данная процедура. В итоге я хочу сказать, что гистероскопия – это органосберегающая операция, которая позволяет провести лечение внутриматочной патологии матки и сохранить орган женщине, тем самым улучшить ее качество жизни. Субтитры создавал DimaTorzok